Соединенные Штаты понимают всю серьезность инцидента с российским самолетом Су-24, сбитым турецкими ВВС. Об этом по итогам переговоров заместителем госсекретаря США Роуз Готте Мюллер завел зам главы российского МИДа Сергей Рябков. В свою очередь в Министерстве обороны России отметили активное желание Анкары обсудить ситуацию с НАТО и нежелание говорить о произошедшем с Москвой. Сейчас на прямой связи со студией наш специальный корреспондент Турции Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Откуда такая избирательность? Почему Турция избегает контактов с российской страной, фактически провоцируя осложнение отношений между нашими странами? Да, здравствуйте, Екатерина. Но, конечно, от такого прямого диалога Анкара уклоняется прежде всего в силу слабости своей позиции. Турция ведь до сих пор настаивает, что российский самолет пересек воздушное пространство Турции и именно поэтому был сбит. Ну вот, на данный момент российское ведомство Минобороны уже представило и данные объективного контроля, и данные сирийской ПВО, которые доказывают, что российский самолет, турецкое воздушное пространство, не нарушал. В ответ на все это Турция может парировать только некими странными кадрами, которые сегодня утром демонстрирует телеканал CNN Turk. Это карта, на которой пунктиром якобы нанесен маршрут российского самолета. Однако никакой ссылки на источники, никаких данных о том, когда и где это было снято, нет. Ну и, конечно же, во время прямого диалога, очевидно, на эти неудобные для Турции вопросы, ей пришлось бы отвечать. Кроме того, еще один вопрос, который мог бы быть задан во время прямого диалога, это вопрос о том, когда и каким образом в таком хорошем качестве были сняты кадры падения российского самолета. Этим вопросом уже сейчас задаются даже турецкие блогеры. Они обратились напрямую в телекомпанию Habertürk, которая, собственно, эти кадры и сняла, и получили очень специфический ответ. Наши турецкие коллеги утверждают, что в провинции Хатай, где все и случилось, регулярно дежурят съемочные группы телеканала. Снимают, соответственно, все, потому что там, цитата, много интересного происходит. Но вот совершенно случайно в объектив попал падающий российский самолет. Вот. Позиция тоже, конечно, вызывающая вопросы, и как минимум ее легко поставить под сомнение, даже будучи непрофессионалом, а уж профессионалом тем более. Но, видимо, это тоже одна из причин, по которой Турция по-прежнему настаивает на том, чтобы прямого диалога с Россией не проводить. Екатерина. Скажите, а какие настроения в самой Турции, вот как освещают все эти события местные СМИ? Ну, вы знаете, настроение, на самом деле, очень сильно поменялось. Еще вчера старались держать подчеркнуто нейтральный тон. От слова «атака» на российский самолет старались уходить. Говорили исключительно о неком инциденте, который имел место. Ну, собственно, в своем выступлении на коммуне президент Турции Режепт Аль-Пердоган говорил о том, что Турция действовала строго в соответствии с международными нормами, защищая собственные границы. Однако уже сегодня по сообщениям СМИ понятно, что настроение изменилось. Уже говорят не об инциденте, а о кризисе, который сейчас, очевидно, ожидает российско-турецкие отношения. О возможных последствиях этого кризиса. Последствиях, прежде всего, экономических. В частности, финансовые издания сегодня публикуют курсы лиры, а курс валюты местной серьезно упал на фоне сообщений, которые приходили в минувший вторник. Общественно-политические издания рассказывают о том, что, конечно, первым, кто пострадает от охлаждения отношений России и Турции, это туристическая индустрия, которая, в общем, традиционно была крайне прибыльной для страны. Если сейчас уже многие российские туроператоры октазываются продавать путевки в Турцию, то, очевидно, дальше при сложившейся ситуации эта ситуация может только обостриться, и последствия для Турции могут быть, как говорят здесь турецкие журналисты, просто катастрофическими. Екатерина. Анастасия, спасибо. На прямой связи с Турцией была наша специальная корреспондент Анастасия Ефимова.